МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Давайте посмотрим на то, что представляет Министерство обороны. Это самостоятельный, удельный такой УЛУС, который сложился, ну, и огромные средства, и получает, вот, тратит, точнее, на оборону. И то, что, вот, видим мы, что это некая криминально-воровская система. Я не боюсь вот этого слова. Криминально-воровская система. На бумагах, везде там в отчетах, что вот закуплено, хранится на складах, деньги выделяются на обслуживание. Вот, не только снаряд необходимо, вот, обслуживать, который лежит на хранении, но и обмундирование, там, специально прапорщики, там, заведующие из складов. Вот, деньги выделяются, этого нет. Обмундирования нет. Ну, начальник отыла, генерала армии, это не Иванов там гражданский, да, а генерал армии, вот, отправляется не в отставку, а в генеральную инспекцию есть такая служба. Вот. Ну, дальше мы видели много примеров, где арестовывают. Вот, ну, вот тот же Булыга, по-моему, начальник тыла Юго-Западного военного округа, вот этого направления. Да, то же самое, арестовывают, машины посылают к нему на дачу, чтобы вывозить заработанное, честно заработанное, в кавычках, поставим. Вот это богатство, деньги и так далее. Ну, посмотрите, во что это вливается. Но, когда я называю это Улусом, как было, был хан Золотой Орды, великий хан, а дальше, вот, жучий Улус, в который и Русь попала, вот, они, ну, как бы самостоятельно туда только шлют наверх Чингисхану, ну, потом к другим там ханам шлют, только доклады, что всё хорошо, всё нормально и так далее. Вот так и в Министерстве обороны сложилось. Потому что воровать вот в таких масштабах, богатеть вот так, как вот названные мною, вот, значит, должностные лица богатели, не видит только незрячий или нежелающий это видеть. Ведь, начиная с бригады, если я сейчас не ошибаюсь, но в полку, например, вот у нас был представитель особого отдела КГБ СССР, ну, военная контрразведка. Дальше есть прокурор, который надзирает, военный прокурор, значит, за соблюдением законности, вот, воинских частях и так далее. Сегодня есть ещё военно-следственное управление, вот, ну, и плюс есть, то есть военная контрразведка, военная прокуратура, военно-следственное управление. Вот, всё это есть. И есть внутри Министерства обороны ещё, ну, такая вот надзорная инспекция, там она, финансово-экономическая инспекция. То есть вот это всё сливается в единый организм. Ещё раз говорю, потому что не видеть должностному лицу вот то, что происходит, это, ну, невозможно. Это всё явно, и они, тот же вот, и Тимур Иванов, там, они не пытались там скрытно делать и так далее. А значит, если они видят, но не докладывают, то есть основания предполагать, не подозревать даже, предполагать, что они в этой системе включены. И вот такое Министерство обороны мы, значит, называли Второй армией мира. И мы 28 января 22 года делали свой вывод, делали вот это заявление, я его оглашал от имени офицерского совета, общероссийского офицерского собрания. Мы это знали, не до деталей, не до, значит, вот таких фактов, как обмундирование, нет на солдат, для солдат. Вот, но тем не менее, видели общее состояние. А теперь чему готовили вооружённые силы? Вот, ну, давайте начнём с Иванова. Пришёл Путин, убирает профессионального честного министра обороны Игоря Дмитриевича Сергеева. Ну, достижение 60 лет, якобы там, да. Но начинает с замены профессионалов военных на представителей КГБ. Потому что профессионалы всегда протестуют больше других, когда их дело, или в их вот отрасль, за которую они отвечают, вмешивается вот это жульё и так далее. Поэтому было запущено, как бы, из администрации президента такое пожелание, указание, что все должностные лица, высшие должностные лица Министерства обороны и вооружённых сил подают в отставку. В связи с вступлением в должность. Вот. И началась вот эта зачистка, зачистка и замещение важнейших должностных кадровых, в первую очередь, вот должностей, ну, так называемыми чекистами. И они вот сегодня ещё в президиуме сидят, там ни дня не служили, но пришли решать кадровые вопросы. Ну, и мы с тобой говорили, что непонятно с какой целью, вот, когда Сердюкова министра назначили, ну, я тогда эхо Москвы, Венедиктова я, когда задавали вопросы, ну, а что могло быть хуже? Я говорю, да, было бы не хуже, если бы даже Путин привёл своего лабрадора на коллегию Министерства обороны и объявил его министром обороны. Хуже бы не было, чем Сердюков был. Вот такие вещи происходили. То есть армия уничтожалась. И когда на должность, это центральная должность начальника главного управления военного образования и науки назначается госпожа Фральцова, ну, жительница Воронежа, кандидат наук, вот, назначается госпожа Фральцова, ну, вот как это можно было понять? Не служила и даже изрекла, значит, такую фразу, что, ой, я мимо воинской части в Воронеже боялась проходить даже. Вот таких назначают руководить на образовании и военной наукой. Ради чего это сделано? Нигде ни в одной армии мира и в истории Руси никогда, безусловно, этого не было. Зачем? Дальше, когда она заявила, что всё, я была в Америке, договорилась, что наша система об военном образовании тяжёлая, всё, мы её закрываем и будем обучать офицеров в военных колледжах Соединённых Штатов Америки. Мы, естественно, генералы, офицеры поднялись, пришли в здание там министерства и так далее. Ну, снимает Путин, снимает госпожу Фральцову, и мы радуемся, даже обмывали там, всё, наконец-то вот военно-общественное мнение сыграло свою роль. На следующий день мне звонят, Леонид Игоревич, рано вы торжествовали, я говорю, что такое? Назначена госпожа Приезжева на эту должность. Галина Приезжева, специалист по акцизам алкогольной продукции. Вот что было. Это шло уничтожение вооружённых сил как системы. И Путин, я вот не мог там понять до конца, Путин в интервью Такеру Карлсону, он объяснил, объяснил это, что он, оказывается, спросился в НАТО, ну, предлагал в НАТО, а в НАТО там есть ПТЧ-программа по подготовке там действий, действиям для вступления в НАТО. Вот это было запущено. Всё. Поэтому вот армия, я говорю, она не являлась армией по сущности своей. Там запрещено критиковать, но вот то, что произошло, Иванов, Шойко, освобождение, это, я думаю, уже и освобождает нас, что Путин поменял руководство, пересажал, сейчас ещё будут сажать, значит, без его согласия ни одно уколовное дело вот такого уровня не возбуждается, поэтому он, по сути дела, критикует жёстче, чем мы. Так что вот, что произошло в вооружённых силах. Почему назначен Белоусов, человек, ну, как бы со стороны, назовите мне, генерала, который не завязан в эту криминально-воровскую систему Министерства обороны, не вооружённых сил, Министерства обороны. Есть ли такой? Вот, это первый вопрос. Во-вторых, если назначить из своей среды человека, есть, безусловно, там честные, всё, сможет ли он поломать вот эту всю систему коррупции, систему вот этой связи, там же, посмотрите, и жёны завязаны, и так далее. Сможет ли, осилит он, вот, ну, малые группы своих честных сторонников, вот, поломать вот эту криминальную систему, которая не только замыкается в самих, в самих вооружённых силах Министерства обороны, но она ведь своими щупальцами идёт в другие подобного рода ведомства, криминализирует и даже честные там предприятия и так далее, потому что без отката, без отката, ничего сегодня практически не делается и в стране, и вооружённых сил. Попри все, мы, шановні глядачі, вистояли и обовязково переможемо. Бо разом мы сила. Підпишіться на канал, ставьте вподобайку, пишіть свій коментар та поширюйте цю информацию. Субтитры создавал DimaTorzok